Слотокин. Королем может стать каждый. Героям слава, здравствуйте. Пан Михайло, очень много аналогий сейчас видится украинцу в том, что происходит в Израиле. То, как вели себя исламисты, прорвав границу один в один с поведением российской армии вторжения на украинских территориях. То, как армия и разведка то ли проспали подготовку к вторжению, то ли власти их не послушали. Один в один, буквально как у нас, было перед февралем 22-го года. И вот давайте, если можно, с этого разговора начнем, а именно со зверств боевиков Хамас в Израиле и зверств российской армии в Украине. Скажите, пожалуйста, как так? Вот разная ментальность, разная культура, разная вера, но поведение одинаковое. Это что? Это в человеческой природе такое проявление жестокости? Или, может быть, это, ну не знаю, тактика по запугиванию гражданских, чтобы сломить сопротивление? Ну, все сразу. Во-первых, ну, ментальность не знаю, но, как бы вам сказать, ментальность варваров, она, пожалуй, общая. Действительно, у россиян и у Хамаса это одинаково. Если говорить о тактике запугивания, да, безусловно, ведь известно, уже проведено расследование ООН в том числе, что, ну, например, изнасилования на оккупированных территориях были системой, то есть это был приказ из Кремля вот такое делать, убийства массовые людей были, опять-таки, по приказу высшего военного руководства и высшего политического руководства Российской Федерации, поэтому это тоже. Грабежи, тут не знаю, видимо, народ, вот тут как раз варварский такой подход, все разграбить, потому что мы видели, что Хамасовцы, они буквально вывозили в сектор газа все подряд, там, арматуру вывозили, понимаете, на осликах, да, из тех территорий, которые они смогли захватить. Подход одинаковый. Ну и кроме того, вот сейчас очень часто употребляют слово террорист и террор, а мне кажется, это не совсем верный термин в отношении всего, что происходит, потому что террор, это тактика как раз, ну, именно цель запугать, да, террор от слова страх. И когда Хамас взрывал автобусы в Тель-Авиве, там, присылал террорист-самоубийцу, тот взрывался в автобусе, идея была запугать жителей Тель-Авива, не дать ему спокойно жить. Но когда он захватывает целую территорию, вырезает там всех подряд, как россияне, да, то это геноцид, это уничтожение, это массовое убийство людей. Но здесь же нет цели, они же никого не пытались испугать. Не говорили, вот, смотри, мы пришли, бойся нас, убегай. Нет, они просто убивали, как россияне. Цель россиян, конечно же, уничтожение Украины как государства и украинцев как народа. Также и цель Хамаса, он ее не скрывает. Просто россияне эту цель скрывают. А Хамас от этой цели не отказывается. У него прямо написано, что цель уничтожения Израиля. Поэтому Хамас вот не прикрывает. Занимается тем же, что Россия, только ничем не прикрываясь никакими фиговыми листочками. Ну и от россиян это было, знаете, чувство мести такое. Помните вот эти надписи «Кто вам разрешал так жить?» Вот я, к сожалению, не могу прочитать те надписи, которые оставляли боевики Хамас в домах израильтян. Но я понимаю, что это приблизительно та же самая претензия. «Кто вам разрешал жить иначе, не так, как мы?» Нет, нет, нет. Вот здесь я с вами абсолютно не согласен. Ну, не к сожалению, не к счастью. Просто так я знаю ситуацию в Израиле, знаю, в чем проблема там между Палестиной и Израилем. Нет, тут совершенно разные вещи, вот, кстати. Все-таки действительно, у россиян претензии к нашему образу жизни, что мы живем зажиточно, весело и, ну, богато по сравнению с россиянами, нищими. И поэтому у них такое «Кто вам разрешал так жить?» И с западными ценностями живем, и со свободой, и с демократией. Вот хамасовцев и палестинцев, тех, которые, ну, ту часть, не все же палестинцы, не все так однозначно, да, не все палестинцы, естественно, такие уж воинственные. Ну, вот те палестинцы, которые поддержат Хамас, у них же нет претензий к тому, что в Израиле демократия или диктатура, им все равно демократия или диктатура. Или к тому, что Израиль живет богаче, чем сектор газа. У них нет к этому претензий. Ну, нет вообще. Их не это интересует. У них конфликт гораздо более, как сказать, ну, он глубокий. Он на тему того, кому принадлежит в целом эта земля. Вот прямо только вокруг этого. Россияне же, когда писали на стенах в Буче, они не писали «Это наша земля, поэтому мы здесь». Они писали «Кто вам разрешал так жить?» А для Хамаса это «Наша земля» в этом принцип. То есть они не признали решение ООН от 1948 года о разделении Палестины между государством Израиль и палестинскими территориями. Они вот требуют захватить все. Но ведь и у Путина претензии, знаете, к нашей истории. Он-то хочет захапать нашу историю, он же себе забирает эту хиевскую Русь. То есть у него вот это тоже есть претензия к нам вот такая. Но если можно, да, еще одна аналогия. Это вот о том, что Цахал и Шабак, силовики, проспали подготовку Хамас к этому вторжению. И аналогичные претензии были к киевской власти о том, что и мы не были готовы к российскому вторжению. Вот эту аналогию, какой вы видите? Насколько похожи ситуации? Ну, на 24 февраля 2022 года в этом не похоже вообще. Наши войска были готовы. Если бы мы не были готовы, россияне были бы в центре Киева действительно через три дня. Наоборот, мы оказались готовы. То, что случились отдельные там какие-то прорывы россиян в каких-то местах, но не все возможно удержать одновременно. Мы знали, что будет война. Мы знали, что будет война. Ну, в смысле, кто-то сомневался, что она будет. Мы это видели. Ну, я не говорю, что это разведка докладывала. Вот, нам по телевизору показывали, и все прямо говорили, что будет война. И Путин 21 числа сказал, что будет война. Ну, все сказали, что будет война. Поэтому тут трудно было что-то не ожидать. Это скорее, вы знаете, сравнимо с ситуацией с Крымом. Вот, когда захватывали Крым, вот тогда действительно кто мог ожидать, что Россия придет и начнет захватывать территорию и присоединять ее к себе. Вот с этим, сравнимо с историей с Крымом, не оказалось армии. То есть, вот там вокруг сектора газа не оказалось армии. Там же самое ужасное что? Несколько факторов. Ну, кроме того, что не знали даже, кроме того, что не знала разведка, ну, или как минимум не сообщила, или сообщила о политике, не отреагировали, не буду знать. Но вот если взять именно военную составляющую, чисто армейскую, то удивительно то, что не была готова армия отразить нападение на КПП между Израилем и сектором газа. То есть, люди были в отпусках, спали и так далее. То, что когда уже палестинские террористы, вот эти хамасовцы, зашли в поселки рядом с сектором газа, что там не было армии. Ведь эти хамасовцы, они ожидали сопротивления, именно военного сопротивления. Они не знали, что делать. Они буквально не знали, что делать, когда зашли. Потому что перед Крымами открылось множество возможностей, которых они совершенно не ожидали. Они ожидали, что они будут сейчас сражаться с армией, а армии не было. И поэтому они стали уже там все остальное делать. Так-то у них возможность там было садить в машину, ездить в Тель-Авив и так далее. И, как сказал кто-то из военспецов израильских, у хамаса не было плана действия на второй день. Почему не было? Они думали, что они все умрут до второго дня. Поэтому для них был сюрприз. Ну, вот то же самое, пожалуй, российская армия в Крыму. Она зашла и не встретила сопротивления. А ведь встретила бы она сопротивление, Крым-то сегодня не пришлось бы за него воевать. Ну, вот такая вот история. Ну, видите, они встретили сопротивление в феврале 22-го года, когда они шли к нам с парадной формой и с оркестром, готовясь к параду на Крещатске. Но этого не произошло. Помогите мне еще разобраться вот с тем, что сейчас, да, кроме того, что внимание всего мира приковано к Израилю, немного обидно, знаете, вот это слышать, что на самом деле вот эти вот пророссийские и те, кто сочувствует путинской России, сейчас разгоняют вот эту сентенцию, мол, вот это в Израиле настоящая война была, мол, пять тысяч ракет были направлены на территорию Израиля, тогда в Украину, если Россия отправляет одну-две ракеты, десять ракет в день, то это, мол, совершенно не те масштабы. Вот это там война. Ну, а мне, украинцу, да, тут вот обидно это слышать, потому что я понимаю, что мы воюем тоже с террористами, но с государством. Мы воюем с государственной машиной, с армией, вооруженной авиацией, и ракетами, и бронетехникой. Ничего этого нет у Хамаса. Ну, то есть то, что сейчас в Израиле происходит, по мнению украинца, да, мне кажется, это скорее вот антитеррористическая операция, но никак не война. Почему же мир считает по-другому? Почему же заголовки мировых СМИ сейчас все об Израиле? Правильно ли, вот я понимаю, что все-таки в определенной мере об Украине сейчас забыли? Это в моменте или это тенденция такая? Во-первых, да, это в моменте. Значит, сравнивать то, что происходит в Украине, то, что Россия напала на Украину, вот этот масштаб нападения, можно в случае с Израилем только с войны судного дня, которая была 50 лет назад, когда действительно соседние страны, превосходящие значительно по численности и по военной численности, в том числе не военной мощи, но численности танков и так далее, превосходили значительно Израиль и напали одновременно на Израиль, и Израиль смог эту атаку отбить. Это было 50 лет назад, и сейчас вот нынешняя атака, она приурочена была в том числе и к дню рождения Путина, и к 50-летию той войны. С тем можно сравнить, не с сегодняшней. Сегодня, когда говорят, ну как же 5000 ракет? 5000 ракет с средним размером боеголовки в 5 килограмм, чтобы вы понимали, да, то есть там от 3 до 10 килограмм. Эти ракеты самодельные, ракеты не прицельные просто, они это просто кусок водопроводной трубы, в которой запихнули порог, ну грубо говоря, я его упрощаю. Вот, и 5000 ракет, ну по 5 килограмм, это сколько получается, значит? Ну даже если 5000 взять, потому что там... Две с половиной тонны. Две с половиной тонны, да. Нет, ну не две с половиной, 5000, по 5000 это уже 5... А, ну да, нет, 25 тонн, 25 тонн как бы, да. А у нас в одной ракете российской тонна взрывчатки. В одной ракете российской тонна взрывчатки. То есть одна ракета российская, это как 200 палестинских в среднем. Соответственно, 1000 это 5 российских ракет. 5000 это 25 российских ракет. 25 российских ракет. Ну так у нас за день 25 ракет к нам в легкую прилетает, как мы знаем. Вот. И процент сбития, ну у них даже повыше. Вот. Поэтому это, грубо говоря, вот этот один день, ну и в этот день погибло 700 израильтян, так сказать, да, мирных граждан, 700 человек. У нас так единоразово, чтобы погибло 700 человек, ну, наверное, в Мариуполе такие случаи бывали, когда мы не знаем, сколько погибло в театре, например, детей, когда россияне убили массово детей, там около 1000 человек было в театре. Сколько из них погибло, мы до сих пор не знаем. То есть вот только в случае Мариуполя могло погибнуть столько же за один день. То есть вот по военному значению, я бы сказал, что это один день нашей войны. Вот все, что произошло, атака израильтян, это один день нашей войны. Вот тогда, начального периода марта-апреля 22-го года. С этим можно сравнивать. В основном, конечно, нельзя. Но есть риски. То есть это же не факт, что этим все закончится. Потому что вот сейчас Израиль готовит наземную операцию против сектора газа. Возможно, войска зайдут в сектор газа. Скорее всего, зайдут. Решение такое, по крайней мере, принято. Если ничего экстраординарного не произойдет, то они зайдут. А группировка Хизбалла, которая содержится Ираном, сказала, что тогда она вступит в войну. Она находится в Ливане. Это еще один фронт. А там, глядишь, и Иран сам может вступить в войну. Никто же не знает. А это может Израиль напасть на Иран. То есть там эта война еще, она не дошла до своего пика конфронтации. Вот. Почему сейчас мир туда повернулся? Ну, это потому, что такие картины. Потому что, конечно, представьте себе, да, люди бегущие вот там по полюс этой дискотеки. На дискотеке убито 260 человек. На одной дискотеке там рядом с сектором газа. Всего убито 700 человек у себя в домах. 100 человек похищено. Это, ну, такого масса, массовая резня в буквальном смысле. Понятно, что в ближайшее время внимание будет туда приковано, а не к нам. Но это логично. Мы все-таки полтора года воюем. Это как мы в первые дни войны. Понимаете? Ну, тогда весь мир смотрел только на нас. Но, конечно, это на время. Потому что, если эта война в Израиле не переродится в войну между Израилем и Ираном, полноценную, то она продлится 2-3 недели. Да, у нас это мемное выражение, но у Цахала все шансы победить боевиков в Хамас действительно за такой срок. И тут я согласен с вами. Вот эти кадры бегства, да, с этой дискотеки. И с пониманием того, что многие из них с двойным гражданством. То есть, все-таки и другие страны считают их гражданами своими. То есть, именно поэтому резонанс настолько большой. Но что нас в Украине волнует? И ты вот помогите с этим теперь разобраться. У нас и у Израиля один и тот же главный союзник Соединенные Штаты Америки, у которых мы просим вот оружие, да. Знаем, что Израиль тоже попросил оружие. Знаем, что именно высокоточные ракеты, планирующие бомбы, средства противовоздушной обороны. То есть, все то, что мы у Америки давным-давно просим. И просим первыми. Но вроде бы все шансы, что именно Израиль это от Соединенных Штатов Америки получит. А мы нет. Вот очень радуют россияне по этому поводу. Помогите с этим разобраться. Не произойдет ли так, что Америка скажет, ну, чем могли, помогли Израилю. Вам ничего не осталось. Да нет, ну тут мы не конкуренты. Там же не что-то такое редкое, за что мы прям бьемся. Вот этого мало. Но это ракеты для системы железный купол. Вот. Которые отличаются, безусловно, от тех ракет, которые нам поставляют. Пока мы ни разу не слышали, что есть недостаток, количество ракет для ПВО со стороны США, которые нам США предоставляют. Вот я пока не слышал такого фактора, что есть чего, например, чего кончилось действительно на складах и чего нет. Ну, наверное, только про две вещи я такое знаю. Про артиллерийские снаряды крупнокалиберные, что их нет. И что их надо, вот со какой скоростью их производится, такой нам передают. Вот их нет. И второе, чего нет, это ракеты типа Storm Shadow, класса Storm Shadow, Storm Shadow и Scalp. Нам все передали, и похоже, что они кончились. И поэтому, например, бывший министр обороны Великобритании после удара по Грозе, когда, ну, убили столько 52 мирных мирных человек в поселке Гроза, то он попросил в своей статье Германию предоставить Таурусы, а не попросил свое собственное правительство предоставить еще Storm Shadow, потому что их просто нет. Вот это то, чего не хватает. Не хватает оборудования для разминирования, тоже известно, да, что не успевают его производить вот эти тралы для разминирования. Антиракеты, которые просят Израиль, я не думаю, что у нас с ними прям какая-то конкуренция за это оружие. Да и в количественном, слушайте, в количественном эквиваленте, мне кажется, ну, давайте еще раз, все, что сделал Хамас с точки зрения авиационной, такой воздушной атаки, это один день нашей войны, один день. Соответственно, и по ПВО, это один день. Израильтяне просят столько, ну, у нас 500, сколько уже там дней войны, 582 дня войны, правильно? Или 590? 590 в плане войны. То есть нам нужно 590 раз по столько, сколько Израиль, поэтому поверьте, ноль целых. Тут, видите, немножко другая, может быть, арифметика в том плане, что вот почему нам атакамсы не давали, американская армия говорила, нам самим надо, во-первых, а во-вторых, мол, а вдруг что-то там, значит, на Тайване Китай начнет, а нам нужен вот этот запас на случай войны. То есть Белый Дом может сказать, что мы не готовы делиться с вами тем оружием, которое может быть нам понадобится, если вдруг Хизбалла пойдет с севера на Израиль, если вдруг Иран к этой войне присоединится, то тогда нам, конечно, надо будет вписываться по полной, поэтому мы вам там вот то-то, то-то и то-то дать не сможем, самим нужно на всякий случай. Нет, давайте разделим. Если Хизбалла, то у Израиля хватает, и он просит именно ракеты, систему ПВО для железного купола. Вот конкретно, да, вчера. Все остальное Израиль сам делает. В смысле, ракеты, которыми убивать Хизбаллу, у Израиля своих хватает, ракеты там сколько хочешь. Вот, именно система ПВО, потому что они перенасытили эту систему ПВО, хамасовцы, Израиль тоже производит для этого ракеты, просто не успевает сейчас произвести с такой скоростью, когда такая неожиданная огромного масштаба для Израиля атака. Вот и все. А вот если начнется война с Ираном, тут этот фактор включится, но он будет не чисто военный. Если Иран вступит в войну, то есть будет война, где вот прям полноценно воюет Иран, мы получим, мы очень скоро получим Третью мировую, можем забыть про разделение каких-то нам дали, им дали. Мы будем вот одни страны на одной стороне, другие на другой. Если Иран будет в войне, он будет союзником России. Россия тоже может вступить в войну против Израиля точно так же. И это будет фронт, вот одна линия фронта единая. Вот Израиль, Россия, Северная Корея, кто еще к ним присоединится, я не знаю. И с другой стороны страны цивилизованного мира. Мы, Израиль, Европа. И мы все будем воевать, поэтому там никто уже не будет считать, это нам ракеты или не вам ракеты. Это война всех, половина мира против другой половины мира. Но надеюсь, что Китай окажется на нашей стороне. И тогда... Пан Михайлович, будем надеяться, что Третья мировая все-таки не дойдет. Будем надеяться, что за 2-3 недели Цахалу удастся победить Хамас. Помогите понять, после завершения этой войны, после победы Израиля, поменяется ли что-то в плане нашей российско-украинской войны? Станет ли Израиль нам союзником? Почему спрашиваю? Потому что, ну, понимаем, что уши торчат, да, у Ирана. И из российского вторжения в Украину, да, помогают боеприпасами, помогают, однозначно помогают беспилотниками, но помогают и боевикам Хамас, как ни крути. Придет ли понимание это понимание у Израиля? Станет ли Израиль на нашу сторону в этой войне? Нет, не встанет, вообще не верю. Я думаю, что все останется как было абсолютно, все со своим позицией более-менее определились. Вы сказали, не дай бог, там Третья мировая, я скорее верю в сценарий Третьей мировой войны, честно говоря, сейчас уже, ну, уже так долго все это продолжается, уже столько войн развязала Россия, в том числе, вот эту нынешнюю с Хамасом, и я думаю, что она способна будет все-таки разжечь войну между Ираном и Израилем, Российской Федерацией, в смысле, поэтому я скорее верю в сценарий такой более перехода войны в более масштабную. Но если нет, если мы останемся в тех пределах, в которых мы были, то сегодня в Израиле отрицают роль России, понимаете? Прямо отрицают. В смысле, я вчера разговаривал с израильскими друзьями, они говорят, не, ну ты что, ну, конечно, Иран, это только Иран, ну, какая Россия, ну, при чем здесь, ну, Хамас это Иран. Вот, я все время пытаюсь как-то доказать и намекнуть, что, в общем, Хамас это Российская Федерация. Не, ну что, ну Иран. То есть там все-таки в Израиле, конечно, ну, как вот мы в Украине относимся к Российской Федерации, там так относятся к Ирану. Точно так же, да? А вот эта схема враг моего врага, если Иран помогает России, если Иран враждует с Израилем, ну, так, казалось бы, да, вот в этой логике, значит, Израиль должен помогать нам, а не России. Ну, Израиль не помогает России, прошу заметить, да, Израиль все-таки не помогает России. Израиль вот сегодня... Но и не помогает Украине. Он не предоставляет оружие Украине. Помогает гуманитарной помощью, каким-то госпиталями, лечением раненых. Он же не лечит российских раненых. Не лечит. Не открывает госпиталей в Российской Федерации. Не присылает медикаменты для российских военных. А нашим присылает. То есть помогает нам, не помогает России. Но не дает оружия. Вот в чем разница. Не дает оружия. Но оружие, как видите, ему понадобилось. Он знал, что ему понадобится. Он на войне. Этот самый Израиль. Не так уж прямо у него этого оружия много, чтобы там чего-то давать. Насчет враг моего врага. Ну, пока не работает. Давайте честно, я буду говорить, что уж там. Пока не работает. Пока этого нет. Пока нужно всех убеждать. И, кстати, Россия сейчас делает столько глупых шагов, чтобы убедить Израиль в том, что Россия на стороне Хамаса на самом деле. Буквально сегодня Лавров уже успел выступить перед Лигой арабских стран. И сказал несколько вещей. Сказал, что... Ну, это же надо, говорит, разбираться в причинах, почему до сих пор конфликты с Палестиной вообще-то есть. Уже же есть решение ООН и так далее. А это Израилю очень не понравится нынешнее высказывание. То есть Россия не выразила соболезнования Израилю. Россия не высказалась в поддержку Израиля в этой ситуации. Мы-то высказались, а Россия нет. Зеленский высказался, а Россия не высказалась. Дальше. В России арестовывают сегодня людей, которые несут цветы к израильскому посольству. Ну, правда, да, девушку арестовали, потому что у нее кроме цветов был плакат «Нет терроризму». Ее за это арестовали. За... Как это называется, Господи? Что там слово это я не помню? Дискредитацию российской армии. Потому что слово терроризм они относят как бы к своей армии. Вот. Ну, а уж на уровне пропагандистов, что там несут пропагандисты российские? Какие-нибудь дугины о том, что надо уничтожать Израиль и так далее. Прямо, да, потому что Израиль часть этого западного мира. Вот. Поэтому это в Израиле видят. Ну, и сочувствие со стороны Украины видят. На самом деле есть массовое сочувствие. Я вот сам проверял. Ну, как, случайно так получилось. В субботу, когда все это началось, я не думал делать у себя стрим на канале Штриман, потому что мне казалось, ну, не украинская же тема. У меня в основном украинцы все-таки в большей части. Но мне столько написало украинцев, что надо специальный стрим. Я сделал. И, вы знаете, у меня собралось 27 тысяч человек одновременно. То есть такого никогда вообще не было. И в основном-то это украинцы, которые именно пришли выразить сочувствие, соболезнования поддержать израильтян. Там израильтяне тоже были. То есть такое единение прямо произошло прямо у меня вот в онлайн-режиме. И я увидел, что происходило, потому что приходили российские пропагандисты, ну, такие, которые ботов там присылают же ко мне в чат, которые гадили, которые кричали смерть Израилю, там, слава России и так далее. Вот сегодня израильские хакеры, если вы не знаете, завалили сайт чего там, я не помню, израильского то ли МИДа, то ли Минобороны. Израильские хакеры сейчас помогают Хамасу. Это то, что там видит народ, безусловно. Российские хакеры помогают Хамасу. Российские, да, российские хакеры помогают, завалили сайт израильского МИДа. Вот, то есть это то, что постепенно увидят. Надо просто это доносить все время. Вот сегодня президент Зеленский в своей речи, это очень подробно, он обращался к ПАСЕ, по-моему, и он доносил прямо вот эту аналогию и доносил для мира, что это один фронт, одна война цивилизации против варваров, насколько все это похоже, я думаю, что постепенно донесем. Нам важно тут не самих израильтян, израильтян ни на что уговорить не надо, они и так воюют уже все, 300 тысяч мобилизованных, куда больше, да, для страны девятимиллионной. Надо миру показать, что это одна война, миру, не, что миру показать, что все это Россия, что корень зла в Москве, что если устранить Российскую Федерацию, разрушить ее как государство, то не будет вот всех этих войн сразу, то есть это не надо по одной из каждой войной разбираться, можно системно уничтожить РФ и режим в России, режим в Иране, и таким образом очистить мир от зла просто. Не получилось у Путина в Приднестровье, не получилось у него с Нагорным Карабахом, да, зажег войну на Ближнем Востоке. А какие маркеры, помогите понять, какие маркеры, вот вы говорите о том, что возможно Третья мировая, какие маркеры, что мир к этому, да, идет, вот на что обращать внимание по-вашему, что может свидетельствовать, что в этом направлении все движется? То, что наша война не закончилась за полтора года, это раз, это очень важно, война в Европе, война в Европе, которая длится один год и восемь месяцев, это что-то небывалое. Война несравнимо меньшая по масштабу была, как мы помним, в Югославии, и когда там была такая война, когда она затянулась, и это увидели, что она затянулась, вмешалась НАТО и стала бомбить сербов, и остановила войну в Боснии. Ну, в Боснии, я сейчас имею в виду не войну, Косово, а войну в Боснии. Вмешалась и остановила. Эту войну никто остановить не может. Дело в том, что у войны есть такая особенность, она либо затухает, либо разгорается. Она не может просто существовать. Либо затухает, либо разгорается. Вот наша война разгорается. Наша война разгорелась на все Черное море. На все Черное море. Вот позавчера подорвался, по-моему, турецкий корабль возле Румынии, правильно? Это туда. Мертвые свиньи, которых вымало из Каховским водохранилищем, которые причалили в результате в Болгарии и в Абхазии. Черноморский флот ушел в Абхазию, вы знаете, частично. Открыл базы в Грузии. На оккупированной грузинской территории открывается база Черноморского флота Российской Федерации, чтобы спрятать там корабли от нас. То есть война переходит в Грузию. Осколки падают там в Румынии и в Болгарии. В Карабахе начинается война, и когда они попытались примириться, то кто-то, не будем говорить кто, потому что не знаем, сделал так, что не смогли они подписать мировое соглашение, которое должны были в четверг подписывать. Никто ничего не подписал. Теперь вот этот Хамас и вся вот эта история, и это небывалое. То есть это крупнейшая за 50 лет война на Ближнем Востоке. 50 лет назад такое последний раз было. И Израиль именно объявил войну официально, ввел себя в состояние войны, и такого тоже не было 50 лет. 50 лет. Нам казалось, Израиль все время воюет, говорили, мы воюющая страна. Но состояния войны не было 50 лет. 300 тысяч не мобилизовывались последние 50 лет уже. Вот вам как бы еще всякие разные... Ну, кстати, 50 лет назад 300 тысяч у Израиля и не было там. В принципе. Вот. Поэтому вот везде война. А, ну, например, сегодняшние снимки спутниковых железнодорожных вагонов, 73 вагона, которые идут из Северной Кореи сюда на фронт, и, скорее всего, это снаряды, скорее всего, еще что-то. Вот Северная Корея вступила в войну на стороне Российской Федерации, предоставляя артиллерию. Авианосец американский пришел в Средиземное море, самый современный. Ну, конечно, конечно, это эскалация. Конечно, вот он путь к Третьей мировой, то он, в общем, открыт. А то, что Цахал заявляет о готовности, якобы о готовности, да, официальных заявлений еще все-таки не было, зайти в сектор газа для зачистки этих территорий. То есть у нас сейчас на каком этапе эта война? Зачистили израильские территории? Цахал отчитался о том, что все, боевиков Хамас на территории Израиля не осталось. Точечные удары по объектам на территории сектора газа, говорят, что это военные объекты, но бьют в том числе и по мечетям, потому что и в этих религиозных зданиях Хамас свои склады устраивает, и там оружие хранит. Но будет ли вот эта вот наземная операция? А, еще важно, да, Министерство обороны Израиля заявило о том, что тотально блокируют сектор газа, что не будет туда продовольствия, не будет туда электричества, не будет туда даже воды. Ну то есть, да, вот арабский мир, который поддерживает Хамас, и о татке Россия уже кричат о геноциде. Мол, что изритяне готовы вот этот многомиллионный сектор газа с гражданским населением подвергнуть геноциду. Они так это называют. Вот зайдет ли Цахал на территорию сектора газа? Будет ли непосредственная зачистка армией этого сектора? Официальное заявление было еще в субботу. Совет Безопасности Израиля постановил начать сухопутную операцию. То есть, это прямо официальное заявление было. Сухопутная операция. Она еще не началась, но о ней заявление уже было. Нобилизованы 300 тысяч, танки переброшены туда с севера к сектору газа. Поэтому все постепенно готовится. Это вопрос, скорее всего, суток, двух, трех, когда начнется эта наземная операция после уничтожения военных целей. 500 целей поражены за последнюю ночь в секторе газа. Есть ли там погибшие гражданские? Наверняка есть. Но Израиль делает то, что может, чтобы этого предотвратить. В частности, сначала премьер-министр Израиля сказал покинуть город газа. То есть, тут неправильно у нас некоторые переводили. Много прямо было статей, что Беомин Дняву сказал покинуть сектор газа. Сектор газа нельзя покинуть, потому что там люди живут, миллион 800 тысяч, им некуда уехать. Они не могут уехать в Израиль, они не могут уплыть по морю вплавь сами и не могут уехать в Египет, аж их не пустят. Поэтому он призвал покинуть город газа, в котором находятся штабы, в котором находятся склады, и который, собственно, сегодня и бомбится. То есть, уехать в сельскую местность, грубо говоря. Хотя там вся местность, надо понимать, весь сектор газа, это меньше, чем Киев, меньше, чем половина Киева, по площади меньше, чем половина Киева, а по населению миллион 800. Вот. Значит, Израиль делает то, что может. В частности, Израиль, например, сначала стучится по крыше, прежде чем ударит по зданию. Сбрасывается бомба без боезаряда, чтобы услышал был грохот, и люди понимают, что надо уйти. Тогда уходит, только потом прилетает ракета. Вчера правительство Израиля постановило, что армия больше не обязана вот это делать, не обязана предупреждать. Но армия сказала, что мы все равно будем предупреждать. Не обязаны, но мы будем. Но жертвы будут среди мирного населения, аточили, но тут ничего нельзя сделать, к сожалению, при такой операции. Так вот, дальше, когда вы говорите, что будет, то это же не так просто, что, значит, зачистить. Представляете, сколько их там? Их там очень много. Дальше. Их поддерживает все население. Ну, практически все население же их поддерживает. То есть зайти туда, ходить по городу, где население не на твоей стороне, очень плотная городская застройка, это все может кончиться сейчас такой войной еще там, прям катастрофической совершенно. Ну, и самое страшное, я скажу. Вот я сегодня читал в каком-то телеграм-канале, я не вспомню, кто это заявил, просто простите, ну, в телеграм-канале какое-то заявление тоже чье-то, нет. Кто-то сказал, не из израильтян, кто-то из сторонних таких политологов, что если удастся, значит, Израиль объявил, что уничтожит полностью Хамас, и что когда вот он уничтожит Хамас, то наступит полностью прекратиться 70-летний конфликт. Вот это неправда. Ничего не прекратится. Потому что Хамас нельзя уничтожить. Не можно уничтожить боевую часть Хамаса. Но только Хамас — это люди, которых выбрали на выборах. Вот там в секторе Газа были выборы. И местное население выбрало себе Хамас как руководителей. Убить одних будут другие. То есть можно обеспечить безопасность Израиля только на время. Это все равно будет что-то притушенное. Это как мы выбьем всех россиян с нашей территории. Мы же сами говорим, да, себе. И что, россияне перестанут нас стрелять? Не перестанут. Вот так и там. Да, перебьют всех хамасовцев нынешних. Но там новые уже готовятся. То есть эта проблема, у нее нет такого решения, которое мы видим хотя бы в каком-то горизонте, что мы понимаем, вот там что произойдет. Нет, не видим. И, кстати говоря, война-то началась в чем? Из-за чего? Должны были заключать договор. Мы не знаем дату. Это никем не оглашалось. Но должен был быть заключен договор между Израилем и Саудовской Аравией. Договор о мире. Впервые за всю историю существования и Израиля, и Саудовской Аравии. Вот если бы он был заключен, вот тогда, возможно, закончился бы этот многолетний конфликт. Потому что когда самая мощная на сегодняшний день, ну самая богатая страна арабского мира, и достаточно мощная армия, кстати, и главный в мире добытчик нефти, подписывает договор с Израилем, куда потом будет деваться этим палестинцам? Вместе их бы как-нибудь там уговорили, как говорится. И вот этого, поэтому пытается не допустить Россия и пытается не допустить Иран. Кстати, Россия официально заявила в Совете Безопасности ООН неделю назад, Небензе наш любимый сказал, что Саудовская Аравия, если подпишет такой договор, это недопустимо, потому что она придаст интересы палестинцам. То есть Россия выступила против мира. То есть получается, что специально сорвали подписание этого договора, вот такой вот эскалацией. Но вот сегодня говорят о том, что Хамас готовил эту атаку чуть ли не два года, что чуть ли не два года они имитировали, что им важны вот эти переговоры, экономические отношения, что им важно, чтобы с сектора газа пускали людей на работу в Израиль, где в 10 раз больше платят, чем можно заработать на территории сектора газа. То есть вот они два года к этому, оказывается, готовились для того, чтобы Израиль расслабился, чтобы они не ожидали с той стороны атаки. Ну этого мы не знаем. Готовились они, понятно, долго, это правда. Сколько мы не знаем пока, потому что прошлая атака Хамаса, массированная ракетная, например, на Израиль, была меньше года назад, поэтому нельзя сказать, что... Ну да, сильно меньше года. Я уж не вспомню, когда весной, наверное, это было. Весной. Поэтому сказать, что они там все это время строили ракеты, так нет, это не так. То, что они готовили, что они готовили? Маршировать тренировались? Ну тренировались какое-то время. Вот. Да, действительно, кстати, было в Израиле заблуждение. Это такое сейчас уже мнение некоторых экспертов израильских на тему, что все принимали... Это, кстати, вот тут параллель с Российской Федерацией. Принимали Израиль за такого экономического партнера, понимаете, что мы с ним торгуем, мы с ним вот обеспечиваем работой простых палестинцев, что Израиль теперь заинтересован в том, чтобы палестинцы хорошо жили. Хамас заинтересован, чтобы палестинцы хорошо жили. И Хамас как бы вот, типа, заинтересован править сектором газа. Вот, поэтому с ним можно договариваться. А оказалось, все забыли, что у Хамаса в уставе написано «Уничтожить государство Израиль», да? И про Россию тоже. Чего европейцы говорили? Ну что вы, ну они же просто торговать газом хотят. Жить как люди, красиво, вот, там, торговать нефтью, газом. Посмотрите, какие города они у себя там строят, метро открывают и так далее. А они хотели заняться геноцидом и уничтожать соседние страны. А в Европе про это забыли, что у России такая цель. Ну, теперь вспомнили. Паном Михайлович, но возвращаясь к Хамасу, да, вы говорите, что, вы напомнили, что это не только террористическая организация, но это и политическая партия, и это избранные должности. И вот с пониманием того, да, что почти 2 миллиона местных жителей Хамас, не то, что поддерживают, а фактически, да, и являются этим вот Хамасом, то как же израильской армии заходить на эту территорию? Ради чего? Какова цель? Я имею в виду, как они поймут, что им там делать? Ну, ради чего это все будет? Как они поймут, что вот ради того, ради чего заходили, сделано? Вот что будет конечной целью наземной операции на территории сектора газа? Это очень сложный вопрос. У меня нет до конца точного ответа. Очень примерный. Раньше Израиль контролировал сектор газа полностью. То есть там стояла израильская армия, там стояла израильская полиция реально. Там тоже точно так же в городе Газа не было населения израильтян. Там были одни палестинцы, но его контролировала израильская армия. Она оттуда ушла в 1993 году по договору ОСЛА. Потом стала контролировать какие-то районы между городами. То есть сам город не контролировали, но между городами еще контролировали. И так было до 2006 года, когда оттуда ушла уже израильская армия. И вот сейчас обсуждается в Израиле и в обществе, и в правительстве, что делать. То есть зайти и там остаться, ну зайти и так остаться, контролировать чужую территорию, чужой народ по сути. Или же зайти, уничтожить, кого найдут, отловить, там же как, освободить заложников, отловить всех, кто участвовал в этой атаке, как мы же тоже требуем выдать военных преступников, отловить этих преступников, уничтожить их инфраструктурно, то есть где они делают ракеты, что они там построили, какие-то системы безопасности и так далее. Они же там прорыли огромное количество подкопов, в том числе и в Израиль, и в Египет, откуда они носят взрывчатку и так далее. Все это уничтожить, залить бетоном и потом уйти. Ну как-то так. Поэтому я говорю, что решение оно не будет окончательным. Это называется, мы на время уничтожим боевую мощь вот этого Хамаса, да, на время. Ну а вот эти вот предупреждения, якобы предупреждения, да, от ливанской Хизбаллы, что в случае, значит, если все, все-таки зайдет Сахал на территорию сектора Газа, то они с севера сделают вторжение на территорию Израиля. Вот как с этим предупреждением, угрозой, как это воспринимать? Это реальность. Поэтому, именно поэтому и пришлось мобилизовывать 300 тысяч человек сейчас, потому что с севера нельзя армию перебросить, потому что там Хизбалла. Хизбалла — это, кстати, не Хамас. Хизбалла — это настоящая армия. Хамас — это все-таки отдельные такие люди, и нельзя их назвать подразделениями воинскими. Да, вы видели, как они действуют. Там есть пять человек, сели на джип, поехали стрелять, да? То Хизбалла — это армия со своей артиллерией, например, со своими какими-то средствами передвижения, бронированными более-менее. Ну, там, понятно, без авиации, но все-таки. Вот, и без танков. Но Хизбалла — это гораздо серьезнее, чем Хамас. Но и защищен север гораздо круче. То есть на севере Израиля — это не граница с газой, где вот там заборчик и все. Это минные поля сплошные. То есть вот там я ездил, там просто все в надписях. Мины, полосы контрольные. Я однажды заехал на эту полосу, не на мины, слава богу, на контрольную полосу. Вертолет рядом тут же сел, просто через секунду, я не понял, да? Ну, я ночью заблудился, заехал, тут же сел вертолет, все, потому что там сработала сигнализация. Кто такой, что здесь ездишь? Поэтому там все очень серьезно на севере. Поэтому там война может быть, она может быть очень серьезной, но то, что они прорвутся, вот так ожидаемо, в это почти невозможно поверить. Потому что с Хамасом сработал эффект неожиданности, там эффекта неожиданности не будет. Подмихал, помогите еще понять, вот сейчас в израильском обществе есть претензии к власти, к армии, к разведке, о том, что вот этот момент упустили подготовки. Знаем, что политически очень внутри разборки были проблемы внутри израильского общества. Вот это все в прошлом? Есть там сейчас консолидация общества вокруг этого единого врага? Можно ли сказать, что все эти чвары уже в прошлом, что вот нация объединена вокруг необходимости воевать с Хамасом? Нет, вот концовкой своей вы этот вопрос разделили на две части. Значит, конечно же, воевать с Хамасом готовы все. То есть в Израиле так. В Израиле, как в Украине 24 февраля, все сейчас встали и все пошли на войну. Вот, просто все. Знаете, у всех моих друзей дети пошли на войну, потому что, ну, по возрасту, да, уже это дети. Они их сегодня вот отвезли вчера, сегодня на военные базы. Потому что у кого-то дети служили срочную службу, у кого-то отслужили, тогда их сейчас мобилизовали тоже. Вот они все пошли на войну. Это, конечно, единая сила, и тут никаких разногласий вообще быть не может. Но при этом объединились ли все политически? Нет, ни в коем случае. Сегодня половина населения поливает эту власть, поливает это правительство и кричит, что это вот предательство, измена и так далее. Что этот там человек, например, министр, мол, всех предал. Дальше варианты, почему предал? Потому что плохо работал, потому что действовал в личных интересах, потому что сговорился с Россией, поверил им на слово, потому что еще что-то, вариантов много. Но точно так же из другого крыла говорят противоположно. Это вы не давали нам строить армию, вместо этого вы там делали протесты. Поэтому да, свара продолжается между частями общества. И обвиняют ли разведку и армию? Армия пока в меньшей степени. Вот пока в меньшей степени. Хотя тоже непонятно, почему с армией так происходило. В большей степени пока усомнились в разведке. Но в Израиле в этом смысле есть демократические процедуры. И, конечно, сначала Израиль победит, сначала победит, а потом создаст комиссию по расследованию этих событий. Независимую комиссию, где будет расследовано и что делала разведка, и почему не было этих данных, или же они были, и почему тогда такие решения приняло политическое руководство. Комиссия есть после каждой войны, и выносит она очень серьезные решения. Когда-то после Ливанской войны, например, Арей Рошарону, будущего, например, министру Израиля, было запрещено занимать пост министра обороны пожизненно. Он занимал во время войны пост министра обороны. Ну, пожизненно запретили. За самоуправство и так далее. То, что он противозаконно принимал решения, как выяснилось. Вот он был премьер-министром, это можно. А министр обороны не имел права. Ну и так далее. То есть там, конечно, вот то, что после этой ситуации полетят головы, это 100%. То есть настолько, что наверняка будут заведены уголовные дела какие-то на каких-то людей. Мы не знаем каких. И, возможно, кстати, это останется тайной, потому что, конечно, комиссия будет для начала закрытая. Пан Михайлович, и напоследок, возвращаясь все-таки к Украине и к нашему союзнику с Соединенным Штатами Америки, было заявление Джо Байдена о 100 миллиардах для Украины до 2025 года. Вы понимали тогда, что вот так он хотел защитить, наверное, помощь Украине от возможных политических дрязг в связи с выборами президента. Но вот теперь, я так понимаю, что хорошо бы они эти 100 миллиардов утвердили еще до того момента, как, оказывается, Соединенным Штатам еще и Израилю надо будет помогать. Но все-таки, вот по вашему мнению, удастся ли Байдену продавить эти 100 миллиардов через Конгресс? Будет ли нам вот эта финансовая гарантия от Соединенных Штатов деньгами и оружием? Значит, точно, что это не связанные вещи. Вот просто не связанные. Потому что военная помощь Израилю заложена уже в бюджете Соединенных Штатов Америки. 3,8 миллиарда долларов США. У Израиля есть свои деньги, в отличие от нас. У нас нет своих денег для войны. У Израиля есть свои деньги для войны. Израиль воюет на свои. Вот все вот это на свои деньги. Армия создает на свои деньги. Потому что, ну, не сравнить, понимаете, сегодня население Израиля меньше, чем население Украины во сколько там? В 4 раза, ну, грубо говоря. При этом ВВП Израиля 488, ну, 500, считайте, миллиардов. 500 миллиардов ВВП Израиля, а ВВП Украины довоенные 200. Да, это при населении в 4 раза меньше, ВВП в 2,5 раза больше. Поэтому, конечно, у Израиля деньги есть. И на военные помощи нам никак, израильской ситуации, не отразится. Вопрос, когда они говорят помогать Израилю или не помогать Израилю, это не про это. Это про отправлять авианосец. Понимаете, авианосец. Вот реально. Потому что авианосец, это же зачем он туда плывет? Это система ПВО, авианосец, это система ПВО. Он там встанет? Он там может встать в хайфе. Там стояли авианосцы не раз, опять-таки. Приплывает и стоит там. И когда Иран начнет стрелять, то ПВО накрывает весь Израиль. Потому что ПВО на 400 километров от авианосца. Он полностью может в одиночку покрыть полностью ПВО весь Израиль. Вот. А вот поэтому привязывать не надо. А то, что сможет, не сможет Байден, я не знаю. Надо, слишком надо быть внутри картины. Короче, я уверен, что нам военная помощь будет выделена в необходимых пределах наших, о которых до этого говорилось. До конца правления, до конца вот этого президентского срока Байдена будем все получать, как получали. В этом я уверен. А по какому механизму? Через One Deal 100 миллиардов или же в том порядке, в котором получали раньше, тут я, конечно, не знаю. Пан Михайлович, спасибо, что нашли время для разговора. Спасибо за вашу аналитику, за ответы и пояснения. Спасибо всем зрителям, кто с нами был на стриме. Спасибо за ваши лайки, комментарии. Напоминаю о подписке на 24 канал и, конечно же, на канал Михаила Шайтельмана. Спасибо. До свидания. Побачимся. Все будет Украина. Слава ЗСУ. Спасибо.